3d принтерами сейчас никого не удивить технология fdm послойное наложение на рабочий стол в этом нет ничего особенного существуют технологии которые по своей точности превосходят fdm технологию например салэй где процесс схож на то когда мы пребываем кабинете стоматолога не часто мы пребываем нам ставят пломбу и с помощью жидкого полимера эту пломбу выкладывают и потом с помощью ультрафиолета который пикает это пломба застывает по грубо говоря по такому же принципу работают и целые принтеры жидкий полимер который заливается условно в колбу он служит расходным материалом и он по сути грубо говоря без слоев делает вашу идеальную заготовку этой технологии эти принтеры как и fdm не имеют ровным счетом никакого отношения эти принтеры для того чтобы творить постоянно методично создав одну модель создав один объект обсудив его внести изменения и тотчас же сделать новый и тотчас же сделать опять новый масса итераций пока вы как ученые студенты предприниматели не найдете нужное решение почему именно fdm лучше использовать для таких целей чем sli говорит момент чисто экономический себестоимость 1 грамма жидкого полимера минимальная от 18 в среднем 18 23 евроцента в то же самое время себестоимость обычной катушки с нитью от полу до трех евроцентов примерно в десять раз экономические цели собрать не использовать в дальнейшем подобного рода машину для вот таких вот целей которых я вам сказал цели поиска цель работы студента предпринимателя преподавателя в том что идет постоянный поиск в поиске чего-то нового нового продукта открытие нового закона поиска новых свойств материала и так далее это ведущая компания по производству 3d принтеров мы компания молодая экстружен и мошен который я возглавляю которая занимается проведением подобных семинаров с целью обучения определенным моментом тоткостям и повышение уровня education у инженеров преподавателей бизнесменов для того чтобы они понимали как можно использовать подобные технологии в рамках своего бизнеса направления проекта научного и прочее правильно с этим мы занимаемся еще тремя основными направлениями которые для нас сейчас основные ультимейтер это больше имиджевая составляющая наши основные направления которые по сути кормит нас это производство стальных и уже сейчас уже сейчас титановых сопел для принтеров с помощью них можно печатать композитными нитями второе направление мы переключились еще год назад с производства промышленных экструдеров для производства полимерных нитей мы переключились на формат настольных экструдеров когда вы можете дома в офисе в учебном помещении дома самостоятельно создавать нить и третье направление которое мы занимаемся это немножко не профильная но нам это очень нравится вообще все что связано с акустикой и определенные акустические примеры я сегодня приведу на данном семинаре с помощью акустики мы ищем где находятся разломы в трубах в нефтепроводах в тех трубах где течет жидкость нас есть технология с помощью которой мы можем определять где находится утечка утечка с точностью плюс минус 10-15 метров в отличие от любых западных аналогов которые делают это примерно до километра определяют соответственно локализация займет намного больше времени и утечет нефти воды и всего чего угодно гораздо больше вот этими всеми направлениями мы занимаемся я сказал что я и мой календы михаил мы оба выпускники радиотехнического факультета михаил большой ученый не многословен но после данного семинара с удовольствием ответить на все ваши вопросы я более многословен возможные за пробки и адреналина я больше желание говорить мне очень 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 приятно вас видеть и я хочу сделать все лучшее чтобы донести до вас прелесть использование подобных машин чтобы вы по сути будешь этого слова стали адвокатами этого бренда чтобы выйдя из этого помещения вы поняли что смотреть обращать внимание на любые китайские поделки и прочие моменты не имеет никакого смысла либо сделать это самостоятельно и выйти на какой-то новый уровень прочее начнем же я убежден что говорить вам о том что срок представляет 3d печать необходимость важность и прочие моменты она полностью отсутствует этого не будет разрешите вас сразу познакомить с примерами применения этих принтеров для целей в основном бизнеса вы рассматриваете то что вы находитесь сейчас в этих стенах это тот залог и тот фундамент который безусловно впоследствии будет очень сильно влиять на то чем вы будете заниматься безусловно наука как я уже сказал в начале нашего семинара это особенно в западных вузах это очень сильно переплетается с бизнесом потому что науку нужно финансировать нужно показывать какие-то результаты чаще всего которые нужно каким-то образом коммерциализировать поэтому будьте к этому готовы все ваши разработки сейчас нынешние или будущее нужно будет показывать нужно их будет защищать их нужно будет верить подобные технологии позволяют эти разработки сделать лучше или просто чтоб они были первый пример которому мы сегодня с вами перейдем просто возьмите посмотрите на ваш смартфон называется использование ультимейкер в частности 2 плюс это модель которая уже три года для производства металлических деталей абсолютно четко могу сказать что металл эти принтеры не печатают ровным счетом как и очень сложные композитные нити за исключением нитей когда доля композита в полимерной нити меньше чем 35 процентов но благополучно команда из Харькова ребята которые занимаются производством дронов и летательных аппаратов они делают определенные алюминиевые блоки детали шасси и прочие связующие элементы нужны важные для данных летающих аппаратов для них очень важно в принципе качество поверхности алюминиевых блоков и алюминиевых деталей чтобы было минимальное количество по времени пост механической обработки и против моментов им подошла эта машина которая делает определенный момент связано с тем что они создают 3d модель печатают ее с помощью пла пластика я объясню почему почему пла потом после этого отливают ее алюминием процесс отлива я постарался очень популярно попросил ребят чтобы они позволили мне сделать подобный фотоматериал поделились им выглядит вот таким образом это гаражные кустарные условия с точки зрения металлургии почему потому что это стартап потому что это ребята представляют малый и средний бизнес который еще появился только полгода назад у них у них нет денег абсолютно какую дорогую технику связанную с литьем металлов и прочее поэтому они выходят из этого положения вот такими инженерными решениями очень простыми но как часто это бывает простота это залог будущего успеха почему они используют пла потому что биополимер обладает было это биополимер обладает свойством при сгорании не образовывать после себя сажу отсутствие сажи означает абсолютно четкую текстуру после того когда вы залили металлом ту поверхность которая освободилась после сжигания полимера именно поэтому немного косвенный проект связанный с ювелирным делом где требуются ребята из львова которые делают обручальные кольца только специализируются на них очень простые обычные кольца где важна гладкая поверхность раньше они заказывали турецкие комплекты комплект полиэтиленовый пакет в котором находятся десять колец из воска каждое кольцо из воска они потом заливают серебром или золотом получается в итоге отлитая заготовка естественно это драгоценный металл и момент связан с какой-то пост механической обработкой не приветствуется потому что это прямая потеря драгоценного металла один такой пакетик стоит 1000 гривен мы сожгли с ними вместе сделали кольца из пыла не из воска благополучно их сожгли получился абсолютно тот же эффект что и при сжигании от воска то есть очень четкая качественная поверхность драгоценного металла и в то же самое время этот пакетик себестоимость именно для этого предпринимателя из львова составила примерно 180 гривен против 1000 гривен которые он закупает то есть с точки зрения моментов здесь существенное снижение себестоимости данного продукта которая очень сильно в итоге повлияет на маржинальность транзакции или этого направления которым они занимаются перейдем с вами сразу к следующему вопросу примеру который я буду показывать но перед этим я просто буквально вам расскажу какие принтеры не какие материалы в частности ультимейтер поддерживают во всем мире очень много разных торговых марок принтеров fdm принтеров чаще всего можно встретить что официально поддерживаемые материалы которых говорит производитель что да эта машина может с ними работать обычно они не превышают двух-трех материалов это чаще всего abs биополимер и сополимер в случае с ультимейтер все иначе он поддерживает abs пластик биополимер пла он поддерживает термо полиуретан поликарбонат сополимер а также он поддерживает такие нестандартные композитные нити как карбон бронза сталь я не оговорился это то о чем я вам говорил это те композитные материалы нити где основной составляющей является полимер это примерно 80 70 процентов остальное это пыль пыль того материала потом которая закладывается в сам полимер поэтому мы можем найти стальные нити можем найти деревянные бамбуковые какие угодно просто в полимер грубо говоря добавили пыль бамбука дерево металла и прочего и таким образом получается вещество которое по своим параметрам текстильным по ощущениям текстуре приближается к заявленному материал дерево металл или что-то еще но отнюдь это далеко не слабые материалы карбон очень прочный материал из карбонов делают мне ноутбук симпат леново он делается из карбона поломать его очень сложно даже если бить его кувалдой он наверно на восьмой раз только развалится он сделан из карбона если он падает летят в основном петли с одним корпусом обычно ничего не случается это карбон поэтому из карбона делают очень многие инженерные детали в аэрокосмосе автомобилестроение велосипедное дело и так далее но отличительная особенность подобной нити композитной где которая входит в состав полимера является то что она тоже очень прочная карбон который сейчас печатают все принтеры в мире кто-то которым возможно могли слышать разные названия colorfab производитель protopast и прочее он по своим свойствам прочности в два раза превосходит abs то есть таким образом можно решать достаточно серьезные инженерные задачи которая под силу по сути полимерной нити но с домеском определенных определенной пыли в частности карбоновой перейдем с вами к следующему примеру надеюсь вам такой формат абсолютно подходит я просто с вами делюсь тем что мы уже успели наработать это не займет даже времени не исключено что до 7 часов в самом деле мы быстрее вложимся где-то у нас будет больше времени для того чтобы я мог ответить на все ваши вопросы но самое главное что я не хочу вас утомить изложением поэтому мы перейдем с вами ко второму вопросу и если вы сейчас посмотрите на ваши смартфоны пример применения 2 применение ультимейкер 2 плюс опять же эта же модель для создания больших габаритных стекловолоконных форм больших например полтора-два метра я смотрю сейчас на этот принтер понимаю что никаких полтора-два метра я здесь не вижу точно потому что никак они сюда не пометятся это очевидно это абсолютно верно к нам обратился представитель одного львовского завода который занимается производством запасных частей для в частности маршрутах богдан и других транспортных средств маршрутка богдан чудесное транспортное желтое средство представляет собой прекрасный стекловолоконный корпус которая делается абсолютно вручную макая абсолютно стекловолоконную ткань ткань в смолу как по принципу папье-маше она застывает в нужной форме какая же проблема была у львовян проблема была следующая они готовили изначальную базовую форму на которую потом наклеивали по принципу папье-маше данное стекловолокно два-три месяца потому что они ее делали из пенопласта они ее делали из других подручных средств и было невероятно сложно довести эту форму до идеальных параметров с точки зрения гладкости еще каких-то параметров так далее так далее так далее непростое задание мы им предложили ряд они сказали как можно это сделать какие есть сейчас технические решения мы им показали вот есть принтер в стране штатах стоит 200 тысяч долларов есть еще ряд опций тоже примерно на таком же денежном уровне это естественно крайне не понравилось подобное решение львовянам мы также упомянули что мы можем вам предложить вот такой момент мы можем ваш производственный подготовительный процесс уменьшить с двух трех месяцев до пяти семи дней как это спросили львовяне на это мы им ответили что мы делаем следующим образом я готовлю или использую вашу существующую модель вашего условно говоря бампера или какой-то определенной детали которая вам нужна она очень большая по габаритам полтора два метра в ширину я на данном принтере вернее я эту модель разбиваю на 9 равных частей или неравных которые каждый из этих частей благополучным образом помещается по объему вот сюда и после того когда в течение пяти шести дней мы печатали достаточно долгий процесс это определенно недостаток любого fdm принтера но в то же самое время это и преимущество с точки зрения как я уже сказал себестоимости себестоимость примерно 1 3 евро цента за грамм а бывает и ниже то я говорю с насчетом цены на нить ультимекера которая стоит примерно 1200 гривен а если цены на нити китайские за 200 гривен тогда представьте себе там себестоимость вообще нулевая себестоимость принтера см и уже говорил допустим 20 евро центов это достаточно существенно много не поиграешься на данном принтере мы напечатали 9 частей данного передней части маршрутки если так можно сказать пост механической обработки не нужно было линия и полностью все швы и все основные соединительные элементы были настолько идеальными как нам показалось естественно мы немножко кусачками срезали определенные заусянцы но когда мы сопоставили один к одному все данные модели измерили это непосредственно специальным устройством чтобы посмотреть насколько гладкая поверхность оказалось что поверхность гладкая можно звонить во львов и говорить что все у вас даже может получиться так и получилось мы за 7 дней суммарно с подготовкой печати подготовки и доработкой модели печати деталей компоновка ее за 7 дней мы уже были готовы наклеивать вот обклеивая стекловолокном данную поверхность когда она уже была готова ее усилили ребрами жесткости усилили какими-то элементами сделали отверстие и так далее так далее придали какой-то прекрасный благородный желтый цвет и она сейчас возможно где-то эта деталь ездит где-нибудь в регионах очень приятно вот это такой интересный пример выхода за рамки смотреть когда у вас что-то очень маленькое не позволяет напечатать что-то очень большое как это можно сделать давайте с перейдем не к следующему примеру я просто с вами поделюсь такой таким вопросом как как управлять 3d принтером со своего телефона смартфона в частности или айпэда новая модель ultimaker 3 под эту модель выпустили специальное приложение ultimaker 3 которая доступна для аэс и доступна для android я установил его на ipad предположим скачал сделал соединение видели я пытался соединить свой ipad вай фай между моим айпэдом и данный принтер теперь просто идет обычный интернет тезеринг когда он получает все сигналы интернет через просто это по сути интерфейс захода интернета который здесь в данной в данное устройство здесь есть веб-камера которая позволяет вам в режиме real-time смотреть на основные тела движения которое происходит с этой машиной мы можем в подвале поставить данный принтер потому что он очень сильно шумит или можем его поставить например возле охраны внизу самим например пойти наверх попить чая и благополучно смотреть следить за тем что происходит сейчас с вашей печати с вашей модели сейчас на данный момент опционально доступно три режима которые могут быть управление печатью процессом печати на данном принтере сейчас готовится обновление чтобы полностью иметь доступ ко всему меню то есть иметь доступ к управлению вентилятором температурой рабочего стола и другим важным принтером сейчас я могу где-нибудь в кофейне поставить печать этого принтера на паузу отменить ее и поставить на старт вот такая любопытная особенность которая есть она неплоха и эта особенность очень помогла для решения одного кейса которым я вам расскажу чуть чуть позже перейдем с вами к следующему практическому примеру ведь я стараюсь между примерами еще давать вам какую-то отвлеченную информацию которая как мне кажется является весьма релевантным пример применения номер три если вы сейчас посмотрите в ваших смартфонах вы увидите фотоматериал и здесь какие-то подфарники вы увидите какие-то лампочки автомобиль это применение ультимейкер для создания автомобильных деталей для ford это пример практически единственный из всех наших которые я решил вставить в мое повествование пример из соединенных штатов американская компания тучи hot rods которая одна является одной из ведущих компаний по редизайну дизайну рестайлингу автомобилей используют ультимейкер 3 до этого использовал другие модели имейкербот производителя также используют благополучно ультимейкер для того чтобы делать определенные детали для своих проектов в частности они использовали ультимейкер 3 для того чтобы напечатать в автомобиле ford все детали примерно вот такого габарита как эта фара и они эти все детали были напечатаны с помощью данного принтера была разработана модель были напечатаны основные элементы данной фары это элементы вот этот автомобиль как он выглядит белый и непосредственно они спрятали эту фару под стеклом вот так она красиво выглядит а вот на следующем фото дядя который этим непосредственно занимался в соединенных штатах вот такие небольшие примеры сейчас мы с вами переходим к такому любопытному моменту связанным возможно вы знаете может быть не совсем я просто вам расскажу что общего между ацетоном хлористым винилом вентиляции и почему кукуруза богата ацетоном если прийти в любой супермаркет и взять с полки банку кукурузы бандюэль то в составе этой банки мы не найдем сто процентов ацетон его нет там каким же образом он там появляется биополимерная нить попадает к нам с кукурузного поля грубо говоря кукурузу собрали и выжимку кукуруза взяли получили натуральную и эту выжимку подвергают процессу полимеризации получилась прекрасная полимерная нить но есть такая небольшая особенность что при нагревании данной нити при печати выделяются имитируются вредные вещества они есть в любом полимере в каждом полимере они особые обладают своей спецификой вредными веществами особенностями для биополимера это ацетон ацетон только потому что биополимер кроза в итоге стала полимером хоть и био почему кстати био да био потому что если я отмотаю от катушки саму нить и на скажем полгода 9 месяцев закопаю ее в землю она разложится вот так это очень интересно нельзя не знаю почему она разложится может ее потом выкопают и кто-то ее возьмет для своих целей а может быть ее съедят микроорганизмы но в то же самое время любой полимер выделяет очень вредные вещества хлористый винил хлористый винил это отношение имеет прямую к а б с пластику любые б с пластики выделяют вредные вещества самым страшным веществом которое напрямую влияет на центральную нервную систему является хлористый винил очень страшное опасное вещество а теперь буквально по статистике мы тестировали нити и результаты тестирования подтвердили результаты у тимикера еще ряда европейских и американских производителей немножко оговорюсь мы когда занимались свои собственные нити мы ездили в германию и сертифицировали ее на предмет соответствия в директиве европейского союза о том что наши эмиссии находится в рамках в рамках по вредности скажем так и мы обратили внимание что многие качественные нити у нас все было хорошо мы покупали гранулы американских производителей сертифицированных у нас не было проблем мы оказались тоже в рамках в этом рейнджи диапазоне которым были в частности ультимейкер какая интересная особенность такое среднее по рынку это потом может натолкнуть вас на мысль о том а что же с более дешевыми аналогами особенно с китайскими которые можно найти на алибаба за полтора два доллара за один спул за одну катушку нити хороших производителей ну условно говоря начиная от среднего и выше уровня в среднем абс нити выделяют вредных веществ хлористого винила в четыре раза больше в четыре раза больше чем установленная минздравом европейского союза норма он всегда ядовит и без вентиляции с ним не нужно иметь дело именно поэтому пыла это нить и материал номер один для всех учебных заведений по всему миру для даже в детских садах европейском союзе есть принтеры где детки учатся быть внимательнее смышленее биополимер выделяет примерно в семь раз ниже установленной нормы то есть именно поэтому биополимер является его можно увидеть везде в любом учебном заведении дошкольном там есть дети именно поэтому если вы используете его можно использовать практически без специальной системы вентиляции специальная она когда стоят столы просто стандартная стальная или жестерная установка потом уже непосредственно данный проект удаляются обязательно одной из техник безопасности желательно безусловно как бы это не было пла или а без и другие материалы помещение нужно проветривать потому что воздух застаивается а еще вот такая интересная особенность нить любого производителя тестируется в комнатке примерно метраж ее где-то около 6-8 метров в центре этой комнатки стоит стол на нем 3d принтер сотрудник лаборатории в германии ставят нить в принтер начинает печать через два часа после начала печати на данном принтере температура воздуха в комнате поднимается на два с половиной три градуса почему это важно это например в особенности когда вы используете 3d принтер дома у вас есть маленькие детки и просто-напросто носик у этой детки девочки или мальчика он будет постоянно сухой в этом отношении не всегда разумно использовать это дома хотя вот моему ребенку очень нравится и приведу еще абсолютно отвлеченный пример он наверное единственный на воскресенском районе в киеве ребенок кто знает что такое 3d принтер а ему только три года мы может быть все видели киоски киев хлеб одноэтажные похоже на контейнеры 20-футовые в них сидят весьма общительные вежливые продавщицы из советского прошлого что вам больше не хочется туда обычно заходить может быть это связано именно с тем местом где живем мы но в то же самое время когда вы стояли в очереди ребенок сидел у меня на руки он увидел увидел в углу кофейную машину черного цвета и на весь голос закричал папа 3d принтер указывая на эту кофейную машину мне было очень приятно наблюдать за его познаниями вот придем с вами к примеру который меня вдохновляет на все сто процентов этот пример я сейчас вам покажу почему-то немножко подвис этот пример связан с применением ультимекера 3 для создания кондитерских форм казалось бы что что это такое и для чего это может быть пригодится но в то же самое время посмотрите у вас ссылка работает сейчас на видео нет черная вот вчера столкнулся с нечто подобным ребята из харькова муж и жена у них есть маленький ребенок он тоже вдохновляет ребята закончили оба харьковский инженерно-строительный университет девушка она по специальности я зовут динара касько на в том году было известно тем что все средства массовой информации они писали что якобы кондитер который печатает всевозможные сладости торт конфеты и прочие вещи это все очень здорово а у нее кстати сейчас на данный момент на самом деле популярна в инстаграме порядка 50 тысяч последователей те кто за ней следят и прочее она сейчас настоящий момент занимается тем что ну ее основная деятельности она делает силиконовые формы как она и делать я вам покажу а потом продает им по всему миру каждая форма стоит по 50 70 долларов вот так она и живет иногда позволяя примерно 80 процентов дней в году жить не в нашей стране но работая естественно сейчас она в таиланде показывает там мастер-классы я связался вам покажу динара используется ультимейкер для того чтобы печатать изначально она сама готовит модель для своей формы а потом она делает из нее эту модель печатает на ультимейкере после этого на эту модель полученную заливает силиконом есть силикон холодного когда принцип работы с ним когда он заливается в таком полухолодном виде примерно при температуре 25-27 градусов он прекрасно льется застывает принимают нужную форму ей так как ей нужно делать приятные для глаза пироги и прочие прочие моменты это не дерево металл который можно потом напильником пошлифовать то сразу все становится видно где приложились лопаткой там очень важно чтобы все линии и прочие были очень хорошие текстура была отработана точность ультимейкера позволила ей это сделать и и она прекрасно делает это мой любимый пример честно говоря если ребятами очень хорошо знаком пластиковая форма из пола полностью по всему рабочему столу по это отделявшийся силикон это уже готовый пирог пищевая краска для нее очень важно качество поверхности может если она застынет будет видно какие-то изгибы и спрос и прочие вещи особенно это важно например для конфет они печатают с помощью поликарбоната специальные формы и делают конфеты такие прозрачные и непрозрачные но с такой глянцевой приятные формы которые потом приятно брать в руку это достаточно такой интересный вдохновляющий пример сразу после него мы перейдем к следующему примеру но я перед этим вам просто расскажу о одном интересном кейсе он не вошел в состав примеров но вошел в состав расслабляющего повествования между примерами под названием какова эффективность использования вакуумных машин 3d принтеров литьевых машин каких случаях это все использовать для целей бизнеса проекта и прочего с этим вы сто процентов сможете столкнуться и я дам просто вам короткое понимание того как это сейчас в среднем по ценам прочим моментам обстоит ситуация очень любопытно обратился владелец сети сто из ровно и он занимается тем что делает запасные части для газелей прочих постсоветских автомобилей транспортных средств ему конкретно нужно было сделать 100 подфарников для газели не 200 не 1000 именно 100 вот так получается требовал рынок больше он пока не нужно в месяц но он мог по контракту немножко растянуть и сам процесс производства его устраивал на 3-2 месяца растянуть он не знал что как это ему сделать каким образом это можно будет реализовать мы ему потом расписали опции следующие из которых он уже потом делал осознанный выбор что ему выгоднее первое куда он мог пойти мог пойти к пресс-формам то что абсолютно логично очень хорошо для серийного производства когда вы делаете из высоко лидированной или других марок стали пресс-форму минимум примерно за 700 800 долларов и выше цена на каждую пресс-форму а потом себестоимость уже готового изделия сущие центы вы штампуете их и получаете очень много ну тут беда заключается в том что этот человек планировал еще вносить изменения в эти подфарники и вообще делать какие-то новые модели это означает что когда он благополучно сделать эту партию захочет что-то сделать новое использовать существующие пресс-форму он не сможет придется делать новое даже дорабатывая новое это будет стоить столько же никто на стране не идет на навстречу для того чтобы сделать даже какую-то скидку именно из тех людей которые делают подобные пресс-формы поэтому от этой идеи он немножко отказался отодвинул ее какие еще идеи спросил он идея следующего толка это литьевые машины литье в вакууме литье в силиконе здесь было все прекрасно все прекрасно за исключением того что рентабельность работы использования данных машин такова что меньше тысячи штук на литьевой машине не рентабельно для него получается какие-то золотые подфарники очень дорогие и не вкладываются в тот бюджет который был в него установлен можно рассмотреть вариант покупки подобно литьевой машины минимальная цена за одну литьевую вакуумную машину она имеет форму примерно 300 на 500 такие условно минимальная цена где-то 700 17 20 тысяч долларов заставляет задуматься взвешивая 100 подфарников и непонятно непонятную или неопределенность бизнеса связано с реализацией подфарников потом дальнейшем и вот подобную инвестицию была еще возможность использовать принтеры культимикер 2 плюс в частности с помощью трех машин в течение четырех месяцев можно было напечатать подобную серию это тоже инвестиция каждый принтер стоит примерно если в долларах на 500 2 600 он взял только машин но тем не менее он впоследствии смог использовать вносить изменения в те детали которые он планировал делать но еще я хочу оговориться это только для вот такие подобные машины подобной технологии хорошо и здорово для мелкой серии когда речь идет о чем-то большем когда нужно большее количество и так далее так далее так далее данные модели себя не очень оправдывают что вам нужно по времени успеть вам нужно вложиться в рамках своего бюджета программы по затратам и прочим вещам стольничек очень прекрасно вот он исправляется прекрасно делает чуть больше уже начинаются небольшие проблемы с точки зрения калькуляции затраты вашего бизнес-плана следующий вопрос пример применения номер 5 применение ультимикер 3 для создания корпусов метеостанции в аэропорту возможно вы когда-нибудь видели такие грибочки тарелочки деревянные стоят в аэропорту это метеостанция под этими тарелочками они обычно сделаны из дерева в редких случаях делаются из пластика но у нас почему-то еще 10 лет назад в каждом аэропорту были деревянные они все а вот в германии они пластиковые или там великобритании допустим одна очень большая компания опционерное общество из одессы которые занимаются электронным оборудованием знанием печатных плат очень серьезных инженерной техники для измерения том числе полноценный полностью законченное решение для метеостанций они используют ультимейкер 3 для создания подобных тарелочек вы можете видеть дальше по сути эти диски и основных элементов под этими всеми тарелочками находятся разные разноплановые датчики которые решают те или иные задачи можно ли напечатать слона на ультимейкера это следующий премежуточный между на самом деле слона или чего-то большее но я уверен что у меня хватит заряда батареи я можно напечатать слона я должен сказать что подобные принтеры как и почти все принтер не только этих марок мы можем сделать ось z высота можем ее сделать бесконечно большой высокой каким образом достаточно просто напросто смотреть на данный принтер нестандартно что это означает нужно здесь поменять положение данного экструдера час головки смотрят в пол вниз мы можем в принципе этот экструдер закрепить таким образом что сопло будет смотреть на меня соответственно говоря а принтер я поворачиваю полностью сверху с ног на голову и он начинает смотри вот у нее в этом случае у этого принтера ось z становится почти бесконечно до тех пор пока у меня хватит какого-то определенного что штатива вот аж это который будет выполнять роль вот этой z оси мне нужно будет всего лишь конструкционно сделать нечто похожее на полозья как фуникулер поднимается данный принтер по стене товарищ из голландии взял пять принтеров поставил их на такие полозья перевернул их и напечатал слона он дизайнер он этим живет он делает всевозможные инсталляции ему было не жалко материала своего времени возможно ему даже за это заплатили это выглядело вот таким образом я покажу вам ускоренную а это длилось четыре недели данная печать эти четыре недели покажут салам пустяком потому что за полторы минуты я вам покажу как этот слон был напечатан в ускоренной съемке а что, может быть, для этих целей нужно было бы использовать PowerPoint, но просто, чтобы вы уловили основной смысл. Движутся эти принтеры, поднимаются на большую высоту, двигаются по полозьям. Человек следит за тем, чтобы было большое наполнение материала, чтобы ничего не застревало. Получается какая-то отдельная деталь, он ее выдвигает и получает слона, большого, высокого, один к одному. Вот, как-то так. По сути, дальше будет уже самое, останется только хвост. Следующий пример, который вы сейчас посмотрите, это пример номер 6, применение третьего ультимейтера для производства держателей для катушек. Эта машина, ультимейтер 3, отличается тем, от 2+, в частности, тем, что она использует два материала. Это могут быть разные разноплановые материалы, в том числе водорастворимый материал, нейлон, АБС, ПЛА и так далее. Их можно сочетать, можно делать двухцветную печать и прочее. Этим никого не удивишь. Этот принтер был официальный релиз по всему миру, примерно 7 ноября и такая ситуация, что за три с половиной недели до релиза ведущие инженеры ультимейтера приходят к своему руководству и говорят, уважаемое руководство ультимейтер, мы вот тут придумали блестящую идею. Блестящую. Мы на наш держатель поставим датчики NFC, это коммуникационный интерфейс, он есть уже сейчас почти в каждом смартфоне или в современном телефоне, когда можно обмениваться данной информацией. Это просто аналог Bluetooth, аналог каким-то еще дополнительным стандартам по передаче данных. Мы поставим туда непосредственно данный датчик, мы усилим его, он будет более прочный и так далее. Мы еще усовершенствуем катушку, потому что здесь два материала. Мы сделаем специальный ползуночек, за который будем цеплять нить от второй катушки, соответственно, они не будут перепутываться. Аплодировали, долго, овации, сколько нам потребуется на это времени. Мы уже связались с нашими поставщиками, которые делают нам литье, сказали, что за два месяца легко все сделают. Нам нужно 700 штук, два месяца все будет готово. Но ведь у нас релиз этих всех машин через три с половиной недели. Сейчас что это означает? Означает, что все офисы влитимейкер, все ведущие агентства, связанные с рекламой, пиаром и прочим, они все были оповещены относительно данного события. Им были переданы основные информационные какие-то медиаблоки, чтобы они могли вовремя отреагировать. Что это означает? Нужно все перенести, а у них тоже какие-то планы, завалы по датам и так далее. Это все не так просто. Они определенную долю времени думали, пока не придумали использовать уже имеющуюся особенность в данном принтере, а именно его работу с Wi-Fi. 28 принтеров одновременно объединяют в сеть под управлением одного ноутбука. Это программное обеспечение сейчас уже практически в стадии завершения. Скоро будет доступно на официальном сайте. Это именно для целей мелкосерийного производства, когда вы с помощью одного оператора, который работает за одним компьютером, он создает какие-то определенные детали, используя серию, сеть этих принтеров. Я называю это все как ферма. 3D-ферма, когда большой, представьте себе, стеллаж, на этом стеллаже выставлены основные принтеры. Вы можете увидеть на фото, как это выглядит. Интересная особенность при такой работе, когда их все вместе подключают, тот принтер, который еще не справился с задачей, он подсвечивается. Все остальные, они горят, допустим, каким-то одним LED-цветом. Все было очень интересно. Они сделали 700 держателей за 3,5 недели. Практически приблизились, были один в один с дедлайном. Печатали они, используя водорастворимый материал, для того, потому что в данной модель предполагала определенные сложные элементы. Это будет следующий кейс, но я еще к нему вернусь. Но тем не менее. Потом, когда данные катушки были готовы, их опустили в воду, как написано, показано на данных фото. Эти катушки опустили в воду. Этот материал поддержки, так называемый полименилалкоголь, он полностью растаял в воде, растворился. И через сутки они вытащили, просушили и отправили уже непосредственно упаковали их в те коробки, которые должны были уйти первыми, те 700 первых заказов по всему миру. По поводу слона я уже сказал, следующий этап. Я сразу хочу сказать к тому, о чем я уже упомянул. Применение третьего, в частности, ультимейкера для печати очень сложных форм, геометрических. Таких форм, которых вы можете видеть здесь, на данном изображении. Подобный, условно говоря, шар, в нем еще один шар, а внутри этого шара третий шар, и если внутренние шары покрутить, они начинают вращаться. Какая-то достаточно сумасшедшая модель. Я предполагаю, не знаю, что употреблял инженер, когда делал это в автокаде или где-то еще. Но, тем не менее, она получилась, она сложная, она эффектная. Она напечатана с помощью водорастворимого материала PVA. Достаточно просто после того, когда все будет напечатано, погрузить в воду, он растворяется. По сути, подобный материал не новость. Есть ряд материалов, которые растворяются сами по себе. Например, HIPPS. Материал, на который очень сильно влияет лимонная кислота. Но мы сейчас говорим о ультимейкерах, о их решениях. Вот подобные нестандартные подходы, они очень важны, особенно, когда вы работаете с каким-то важным, сложным, капризным инженерным материалом, как нейлон. Он очень мягкий, очень твердый, вернее, очень прочный. И при печати он, в зависимости от тех или иных условий, нужно очень хорошо знать условия печати по нейлону. И если есть, предполагаются какие-то рельефные изгибы или прочие вещи, иногда, иной раз, просто данная модель может быть невозможна. Особенно, когда нужно напечатать модель в виде, условно говоря, буквы Г. Может быть, с этой черточкой или как-то еще. Это будет очень сложно без материала поддержки. И самым щадящим материалом, что можно использовать тот же материал для материала поддержки, но потом инвестировать определенное количество своего собственного времени в то, чтобы обрезать качественно все эти заусенца. Также можно использовать водорастворимый материал. Он растворился, и осталась только непосредственно ваша форма, которая могла бы быть. Примеры, кстати, нейлона с водорастворимым вы можете видеть внизу. Мы совсем недавно просто для себя печатали подобные. В целях нам нужно было сделать профиль определенного типа, который использовался для продладки коммуникации в офисе. И вот мы использовали для себя такие вот вещи. Мы практически заканчиваем наше повествование. Ведь я вам говорил, что мы не будем очень долго, вам будет, я очень, надеюсь, интересно. Очень надеюсь. Именно такой, поэтому формат я вас выбрал. Этот формат я выбрал, потому что я сам был студентом и прекрасно понимаю, что, наверное, сейчас на первом курсе ряд преподавателей отбил у меня охоту по тем или иным предметам только потому, из-за их просто невероятного стиля изложения предмета. И то, как он, вы, я думаю, знаете, это не хуже меня. И у вас есть определенно шорт-лист самых лучших преподавателей. Также есть шорт-лист тех, куда лучшие дни попадают. Вот. И мне кажется, что вот такой практический подход к изложению, он себя немножко оправдывает. Ну и учитывая, что сейчас конец рабочей недели, вы достаточно много сделали на этой неделе, встали. Я надеюсь, что у вас подобная информация отложится. Хочу закончить повествование, честно говоря. Потом будут какие-то вопросы, вы можете подойти, пощупать, отрезать какую-то часть нити или просто поговорить. Вам это применение Ultimaker 2+, для производства деталей из карбона, из композита, например. Композит этот применяется не в производстве Ultimaker, это одна из компаний в мире, которая его делает, это ColorFab. Они являются партнерами Ultimaker в мире. Они делают разные абсолютно филаменты из бамбука, бронзы, стали, карбона. Сейчас в настоящее время 2+, закончил печать карбоном. Что такое печать карбоном для принтера? Сопла, которые изначально идут в комплекте, как и здесь, по сути. Сопла из материала латун. У материала карбон, как и у других композитных материалов, очень высокая абразивность. Это означает, что латунный корпус после определенных моментов, связанных с печатью, вот только начнет печать, латунный корпус, не корпус, а сопло придет полностью в негодность, оно сточится. И если изначально диаметр сопла должен быть очень четким, например, он 0,4 мм, то после благополучной печати на латуне, используя карбон, этот диаметр, во-первых, немножко увеличится. И прямоугольная поверхность канала, она не будет такой идеальной, условно говоря. Прямоугольная в сечении, я имею в виду. Мы использовали, мы сделали самостоятельно подобное сопло, исходя из специфики именно филамента ультимейкера. Данное нововведение именно для ультимейкера внутреннее мы хотим, мы уже сделали сабмит, оповестили руководство ультимейкера, главный офис в Голландии, для того, чтобы, может быть, возможно, впоследствии через полгода-год можно было бы включать в комплекты ультимейкера наши сопла из титана и отдельный нагревательный блок. Почему очень важно? И сейчас, в настоящее время, мы предлагаем усовершенствование для ультимейкера 2+, он будет через месяц-полтора-два, может быть, уже с лета, он будет идти в комплекте поставок этих принтеров у нас в стране. В мире существуют варианты, чтобы печатать композитами. Можно купить стальные сопла, которые продаются, но проблема в том, что эти все, например, и 3D, это британский производитель, есть Танксен, немецко-американский проект, и есть, конечно же, китайские, которые просто пучками вам эти сопла продают за 2 доллара за штуку, если вы купите тысячу, условно говоря, вариантов очень много. Здесь, например, все их обвиняет то, что они все абсолютно не работают с филоментом 2,85 диаметр. Нужно, есть определенные нюансы, насадки интерфейса и прочее. Поэтому мы сделали изначально здесь с диаметром международный стандарт формат М6, который подходит в сопло, и подходит прекрасно эта нить, она заходит полностью, заполняет все основные, все основное пространство внутреннее данного сопла, и прекрасно выделяется нить и ложится на стол. Мы уже для себя потренировались, нашли оптимальные температуры, с которыми нужно работать, и, естественно, будущих энд-юзеров, подобных принтеров, мы с этим познакомимся. В частности, наше замечание по поводу того, какая температура лучше всего использовать, это 260 градусов. Все настольные принтеры в мире, без исключения, не только ультимейкер, объединяет то, что температура максимальная, с которой они все могут работать, это 260 градусов. Именно поэтому я не могу, к сожалению, купить катушку с кевларом или ониксом, или еще каким-то материалом, где нужна жесточайшая твердость, и поставить его печатать. Потому что как кевлар, так и оникс, так и почти 100% карбон, условно говоря, он требует температуру плавления выше 300 градусов. Здесь просто принтер может выйти из строя. Именно поэтому мы посчитали нужным, что печать просто полимерными нитями, даже если в их состав входят такие, как термополиуретан, поликарбонат или нейлон, ну и стандартная БСПЛА, немножко сокращает перечень возможностей данной замечательной машины. И если у вас еще появляется возможность печатать, используя карбон или нить подобного склада, как бронза, сталь и прочее, у вас отрываются какие-то дополнительные возможности. У этого филамента карбона, как я собственно сказал, то есть это не 100% карбон, в нем всего лишь 35% этой пыли в полимере. Но в то же самое время подобное решение позволяет этой нити быть в два раза, как я уже собственно говорил, быть прочнее, чем АБСПЛА. То есть вы можете их использовать для своих интересных проектов, например, при создании дронов, при создании каких-то автомобилей на дистанционном управлении и прочих каких-то элементах, например, починить свой велосипед или еще то, что желает ваша душа, там, где требуется прочность. Мы посчитали, что это достаточно интересно, вы сможете подойти сюда, посмотреть, пощупать. Вы действительно придете к выводу, что если потрогаете взади данный филамент, он как наждачная бумага, в отличие от обычного, гладкого, и это этим всем сказано, насколько он вредный, вредный для сопла. Но почему помимо сопла нужно еще иметь отдельный нагревательный блок? Ведь он уже здесь есть. Достаточно просто поменять сопло. Есть определенный нюанс. Этот нюанс связан с тем, что представьте себе, что я сейчас побаловался карбоном, поменял сопло на обычное латунное и стал благополучно печатать белым ПЛА. Допустим, карбон плавится при температуре, начинает принимать ту форму, которая нужна, при температуре 260. ПЛА максимально предельное 220. Я начинаю печатать, изначально я раньше печатал карбоном, он застыл, я поменял нити, поставил ПЛА. Все, что в нагревательном блоке, по сути, в этом туннельчике осталось от карбона, оно застыло и больше уже никуда не двинется. Потому что я сейчас начинаю использовать ПЛА, температуру плавления которого ниже. И по сути, что получается? ПЛА тянет за собой какие-то частицы карбона или что-то еще, этот весь мусор. И он отчетливо виден, это, наверное, не видеокамера, вот, он отчетливо виден здесь. То есть вы видите просто эти вот черные точки. Иногда эти черные точки или вмятины, они могут иметь совсем другой характер и могут повлиять на то, что просто она будет недостаточно прочная и просто развалится. Или какие-то еще обстоятельства, которые могут на это повлиять. Вы сможете это просто посмотреть. Именно поэтому просто нужно завести себе отдельный блок нагревательный и сопло именно для цели печати любым композитом, который, по сути, загрязняет саму, вот, самый данный блок и само сопло и не позволит потом так же эффективно печатать другими материалами. То есть лучше просто потом взять, поменять за пять минут всю основную конструкцию нагревательную и прочую и потом уже переключаться на другие материалы, оставаясь той же эффективностью. У нас есть сейчас на данный момент два варианта термоблока. Вот это сопло, вы сможете посмотреть, это титановое сопло. Титан, я скажу вам одну вещь, не так-то просто было это все сделать. Мы занимались этим где-то полгода, чуть больше. По той простой причине, что в нашей стране в Киеве нет ни одного предприятия и в Харькове, и в Одессе, и во Львове, которая сможет сделать вот такое изделие из титана. Здесь мелкие каналы. У нас просто умерло это направление. За 20 лет никто никогда не обращал внимания. У нас все разворовывалось, не осталось нормальных... Ну, о чем речь? Практически невозможно купить очень тонкие сверла, которые раньше использовали в часовой промышленности. Учитывая, что у нас этой промышленности-то нет. Наши замечательные часы-клейнот, если их открыть, там все содержимое Касио. О чем речь? Соответственно говоря, у нас есть партнеры в городе Нежин. Это, наверное, чуть ли не единственная компания, предприятие полугосударственное, которое в последнее время купило, инвестировало деньги в очень серьезное лазерное 3D-оборудование, которое позволяет нам просто... Нам подобные станки недоступны, чтобы это делать. Мы можем разместить заказ на определенные моменты. Слава Богу, что вот есть подобная технология еще осталась. И у нас сейчас на данный момент есть два опциональных, мы еще пока не решили, какой будет точно, титановый нагревательный блок и сопла. Мы планируем выпустить три сопла, то есть один комплект будет нагревательный блок, куда входят датчики температуры и нагревания, и непосредственно сопла, которые ввинчиваются в данный нагревательный блок. Этих сопел будет три, диаметра 0,4, 0,6, 0,8, диаметр 0,25, не печатает карбоном, потому что слишком мелко и не получается ничего сделать. И, собственно говоря, вот так. 3D процветает в мире, развивается большими темпами, печатается все в больших объемах. О чем речь, если... Я заканчиваю уже. О чем речь уже, что Боинг, инженер Боинга 5 лет назад у нас преподаватель был, я почти сейчас буду, как он говорить, он всегда лекцию по электронике начинал так. Вы знаете, как працюе ферма Sony? Она працюе на усих четырех континентах. И начинает нам рассказывать интересные вещи. Он был очень интересный преподаватель, очень сильный в моем топ-лист самых лучших преподавателей, естественно. А я хотел просто сказать, что вы знаете, как работает компания Боинг. Большая компания, самолет Боинг состоит примерно 200 тысяч разных мелких, больших, средних деталей. Эти все детали в той или иной пропорции заканчиваются на этих четырех континентах. Исторически уже много лет и постоянная зависимость от поставщиков, какие-то сбои и прочее. Сейчас полностью все детали, есть уже ряд экспериментов, все детали ряда самолетов Боинг отсканированы, находятся в компьютере. Инженер просто-напросто распечатывает сам, используя титановую металлическую печать или прочие элементы. Печатает фюзеляжи один к одному или прочие элементы. Создают уже самолет на месте. Сегодня стоит на месте. Очень надеюсь, что вам эти машины понравились. Они работают с интересными параметрами, которые достаточно заметно отличают их от многих производителей. Как summary, я просто расскажу, что это я уже упоминал. Стандарт практически для всех принтеров в всем мире вот такого класса настольного, то, что они работают с одним, два, три принт-материала. А для всех остальных материалов нужно быть кулибином, чтобы как-то настроить настройки самого принтера под тот или иной материал. Здесь изначально заложена ситуация, когда вы можете работать с шестью официально признанными материалами, в состав которых входят нейлоны, поликарбонаты, так и все остальные материалы, которые производятся в мире в нужном диаметре, и это полностью устраивает эту машину. На вид она как капризный аристократ белого цвета, как будто бы если я ее передвину, с ней что-то случится. На самом деле это самая настоящая лошадь для пашни. Это тот аппарат, цель которого исключительно служить и работать, пока его искусственный интеллект не настолько высок, чтобы как-то этого противопростояствовать. И я думаю, что моменты, связанные с качеством работы подобных машин, они вас удивят. И я в этом убежден, что любые обзоры, которые вы сможете найти в интернет, также подтвердят мои слова. Спасибо вам большое за ваше внимание. Задавайте вопросы, подходите. Вообще, вы можете встать, посмотреть, включить, рассмотреть. У нас есть специальный скребок для этих целей. Очень тонко, очень остро наточенный. Вы можете что-то с этого рабочего стола убрать, посмотреть, как все получается, как выглядит этот кубик. В общем, не стесняйтесь, подходите, задавайте вопросы. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо вам. И такой буквально, просто мне важен общий фидбэк от вас. Если меня еще сюда пригласят по какому-то еще вопросу, не дай бог, допустим, и буду очень рад, допустим, мы сделаем экструдер, вы захотите на него посмотреть или еще раз вам привезти эти принтеры, показать, если будут какие-то изменения в линейке. Вы просто мне скажите, устраивает ли вас подобный формат, когда я с вами просто делюсь практическими примерами и больше ничем, потому что все остальное, уверен, вы знаете, где найти в интернете и так далее, и так далее, и так далее.